О главных новостях этого вторника прямо сейчас в программе «День с толком». В студии Мария Мацаева. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Огромный бураям на Зминогорском тракте. В Барнауле приступили к строительству многоуровневой развязки. Почти 40 тысяч астматиков в крае. Во всемирный день борьбы с бронхиальной астмой о том, как уберечься от обострений. От ипотеки до прибавки к пенсии. Какие перемены принес последний весенний месяц? Огромный бураям сегодня заметили жители Барнаула на Зминогорском тракте. Там началось строительство многоуровневой развязки. Наша съемочная группа побывала на месте. Напомним, трехуровневая развязка будет включать в себя полутуннель и эстакаду. Пропускная способность нового объекта составит около 70 тысяч машин в сутки. Завершить все работы планируют в декабре следующего года. Сумма контракта внушительная. Строительство обойдется почти в 3 миллиарда рублей. Ранее власти говорили о том, что развязка повлияет на развитие как южной части краевой столицы, так и на развитие всего юго-алтайского края. Так, масштабный дорожный объект обеспечит удобный выезд на федеральную трассу А-322 в сторону Рубцовска до границы с Казахстаном. Работы на мосту у нового рынка выходят на новый этап. Строители приступили к монтажу одного из трех пролетов. И сразу же после майских праздников на объекте планируют начать укладывать трамвайные пути. Подробнее о ходе работ и их сроках в сюжете далее. В течение трех дней на этом путепроводе смонтируют 25 балок. И основное тело маленького путепровода будет собрано. Далее строители приступят к обустройству будущей дороги, а именно к установке защитных слоев и переходных зон. Он у нас как по графику и шел в более раннем графике по монтажу, так и идет. На большом путепроводе, бывшем восьми пролетном, который сейчас станет трех пролетным, там продолжаем работы по возведению верхних частей опор, чтобы после майских праздников тоже приступить уже к монтажу пролетных строений. Для устройства трамвайных путей строители сформируют отдельный конструктив. На него в дальнейшем будет укладываться шпальная рельсная решетка. Ротка рельсы расположит на одном уровне с проезжей частью. Напомним, мост был закрыт ровно год назад. По окончании работы здесь каждая из сторон будет включать в себя три полосы движения транспорта, две трамвайные линии и широкие пешеходные тротуары. Запустить обновленный мост планируют в ноябре 2023 года. Сроки обещают не сдвигать. Дмитрий Дроздов, День с толком. И к другим дорожным темам. Эстафету пробок и заторов из-за ремонта коммунального моста принял Бийск. Здесь в дни майских праздников случился настоящий транспортный коллапс. С такой картиной жители Бийска столкнулись еще перед началом выходных. Огромный затор через город в районе коммунального моста. Напомним, здесь, по примеру, Барнаула сделали выделенную полосу для общественного транспорта и организовали реверсивное движение. По мнению самих горожан, на ситуацию повлиял огромный поток туристов, который направлялся в Горный Алтай. Некоторые водители отстояли в пробке по несколько часов. Еще одна причина затора – разведение понтонного моста, альтернативного проезда через Бию. Переправу развели, чтобы пропустить по воде скопившийся за зиму мусор и бревна. Предполагалось, что на это уйдет не больше пары часов. Но мусор сорвал буи, крепление к которым подведены тросы. Последние просто упали на дно. Но где конкретно они находились, было неясно. К сегодняшнему утру удалось найти четыре из пяти тросов. И вот буквально два с половиной часа назад стало известно, что движение по понтонному мосту открыли. В этой альтернативе как никогда рады водители. Впереди очередные длинные выходные, а коммунальный мост отремонтируют только к сентябрю. И к другим темам. Ипотека дороже, пенсионерам прибавку. Вейпы под запретом. Последний весенний месяц сулит россиянам множество перемен. По некоторым из нововведений начинаем жить уже сейчас. Подробнее об этом в нашем материале. Ипотека стала дороже. С 1 мая Центробанк России повысит коэффициенты риска по ипотечным кредитам, которые выдаются на покупку жилья в новостройках по договорам долевого участия. Меры вводятся, чтобы снизить риски и заемщиков, и банков. Так, неплатежеспособным заемщикам ипотеку попросту не одобрят. Или одобрят, но под более высокий процент. Получить пенсию наличными можно только в отделениях Почты России. Другие кассы не работают. Прекратилась и выплата через доставочные организации социальной поддержки, включая компенсации на ЖКУ, услуги связи и ежемесячные выплаты льготникам. Последних переведут на обслуживание Федеральной почтовой связи. Заявление понадобится только в том случае, если соцвыплаты надо перевести с наличной формы на безналичную. Документ нужно подать в местный орган соцзащиты до конца месяца. Прибавку к пенсии получат некоторые категории россиян. К ним относятся граждане старше 80 лет и представители особо тяжелых профессий, например, военнослужащие и космонавты. Тем пенсионерам, которые уволились в начале текущего года и в течение апреля предоставили дополнительные документы для учета нового стажа, вернут индексацию. Для этого писать отдельное заявление не придется. Продавать вейпы несовершеннолетним теперь нельзя. Запрет касается не только самих электронных устройств, но и никотиновых жидкостей, а также их безникотиновых аналогов. Наказания останутся теми же, что и за нарушение законов о курении классических сигарет. Так, например, за продажу вейпов детям грозит штраф от 20 до 40 тысяч рублей, должностным лицам от 40 до 70, юрлицам от 150 до 300 тысяч рублей. Анара Шагирова, день с толком. Таргетную терапию сейчас применяют в крае для лечения больных бронхиальной астмой. Первыми такого рода лечения практиковали онкологи. Теперь его используют и пульмонологи. Людей, получающих уколы от астмы, в крае единицы. И все они болеют тяжелой формой. Остальных лечат традиционными способами. Сейчас в регионе на учете 36 тысяч больных астмой. Во Всемирный день борьбы с этим заболеванием расскажем, каковы первые симптомы болезни, что ее провоцирует и как не допустить обострения. 40% пациентов отделения пульмонологии, краево-клинической больницы – астматики. Елена Ганичева из Волчихинского района попала сюда по скорой. Ждать направления в отделение уже не могла. После вирусного заболевания болезнь начала прогрессировать. Не помогали и лекарства, которые принимают постоянно. Сейчас у вас какое лечение? Сейчас уже все нормально, я уже завтра на выписку. Какое лечение? Ну, ингаляции, небулайзеры. Системы постоянно капали утром и вечером. На протяжении, как я себя помню, 50 лет все у меня астма, ястма, ястма. Наследственная? Нет, приобретенная. Аллергической формой. На самом деле астма – заболевание наследственное и чаще всего проявляется в детском возрасте, особенно у мальчиков. Но в последние годы все чаще становится болезнью приобретенной. Существуют триггеры развития бронхиальной астмы. Она может длительное время не проявляться, но как бы проснуться под влиянием неблагоприятных внешних факторов. Производственных, экологических, курения, перенесенных вирусных или бактериальных инфекций. После пневмонии, после ковида очень многих пациентов дебютировала бронхиальная астма. Провоцируют астму и лишний вес, и беременность, и зрелый возраст у женщин. Ну а признаки заболевания – нехватка воздуха, заложенность в груди, свист, приступообразный кашель. Но определить болезнь самостоятельно у пациента вряд ли получится. Почти каждого, у кого есть такие симптомы, врачи направляют на спирографию, где исследуют функции внешнего дыхания. Грубо говоря, мы меряем жизненные объемы легких, объем вдоха, выдоха и скоростные показатели прохождения воздуха по бронхам. На основании чего мы можем сказать, нормальный человек справляется со своим дыханием или у него есть какие-то нарушения. Для лечения бронхиальной астмы существует целый спектр лекарств. Но чаще всего это разного рода ингаляторы – порошковые и аэрозольные. Как нам сказали сегодня врачи, список большой, и препаратов сейчас хватает. Действует импортозамещение. Главное, чтобы подбирал их для больного медик и научил правильно ими пользоваться. Делаем акцент на том, что при использовании дозированных аэрозольных ингаляторов предпочтительно использовать спейсер. Как бы минимизировать побочные действия, чтобы пациент лучше, эффективнее получал дозу ингаляторов. Но чтобы избежать астматических обострений, пульмонологи рекомендуют реже контактировать с аллергенами, принимать лечение, назначенное аллергологом, реже простывать и вакцинироваться, чтобы снизить риск вирусных болезней – провокаторов бронхиальной астмы. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком. От стройматериалов до предметов декора. В лечебной справительном учреждении Барнаула прошла выставка изделий, сделанных осужденными. Примечательно, что ее посетили и оценили именитые гости из правительства края. С подробностями Валентина Аскерова. Мебель для школ, детских садов, частных компаний производят нерабочие на заводе, осужденные за колючей проволокой. Товары, на которые сегодня большой спрос, оценили гости лечебно-исправительного учреждения. Мы благодарим, что с учетом наших планов, что это большое количество мебели, именно для образования, то вот в этой части сотрудничество будет. Ровные строчки могут делать не только изящные женские руки, но и брутальные мужские. Так осужденные мужчины недавно закончили отшивать крупный заказ для Минобороны. Продукции не придраться. В портных, раскрощиках только профессионалы. Многие приобретают специальность непосредственно в колонии, отмечают в службе исполнения наказания. Деревянные лавочки, мусорные баки, креативные мангалы. Все это тоже посмотрели и даже потрогали высокие гости. Вот это да. Мы-то думали, что это просто красивое изделие, а это оказывается еще и мангал. В алтайских колониях почти 60 производств самого разного плана. От кондитерских цехов до автосервисов в правительстве региона заинтересованы в сотрудничестве. Особенно привлекательна продукция для муниципальных органов власти. Так как контракты с колониями на некоторые виды продукции официально можно заключать без лишней волокиты, без аукционов. Валентина Аскерова. День с толком. Виктор Томенко дал старт туристическому сезону на Алтае и посетил главный фестиваль весны «Цветение моральника» на Бирюзовой Катуне. Глава региона отметил, что тур «Отрасль края» оправилась от ковидных локдаунов, обогнав подоходом даже до пандемийные времена. И вновь готова к туристическому наплыву. В порядок приводят и основные дороги, ведущие главным курортом региона. Это участок Белокуриха, Ая, Бирюзовая Катунь. С подробностями далее. Летний туристический сезон в Алтайском крае объявляю открытым. Дорогие друзья, вам очень много аплодисментов. Десятый юбилейный фестиваль «Цветение моральника» на Бирюзовой Катуне. «Цветущий моральник» – один из брендов края, ежегодно привлекающий на Алтай тысячи туристов в майские праздники. Этот сезон рекордно собрал 40 тысяч гостей, в их числе и губернатор края Виктор Томенко. Начиная от Москвы, заканчивая Владивостоком. То есть гости целенаправленно приезжают именно на этот фестиваль, на эту площадку, чтобы посмотреть, попробовать Алтай на вкус, поразиться тому, как здесь все весело. К слову, оборот в туротрасли Алтайского края обогнал до пандемийные времена. Об этом заявил Виктор Томенко во время посещения туристических объектов на территории Бирюзовая Катунь. За 22-й год доход составил около 9 миллиардов рублей против допандемийных 5,5 миллиардов. Всего у нас здесь на Бирюзовой Катунь 31 уже резидент есть и объявили объем инвестиций больше 23 миллиардов рублей. Губернатор отметил важность развития индустрии туризма для экономики края и добавил, что налоги, которые регион получает от туристической сферы, можно направить на благоустройство и развитие всех его территорий. К слову, на участке дороги, которая соединяет самые популярные туристические зоны, Бирюзовую Катунь и Белокуриху, уже ведутся работы по реконструкции. Финансирование реконструкции осуществляется за счет средств инфраструктурных бюджетных кредитов. Объем финансирования на первом участке около миллиарда рублей. Объем финансирования на втором участке – миллиард сто пятьдесят. Объем работ сегодня выполнен примерно на 60%. Также Виктор Томенко заявил, что в планах на год отремонтировать 800 километров краевых дорог. За пятилетку уже 3300 километров в порядок привели. Так что, ну, темпы хорошие, поэтому те изменения, которые происходят в дорожном хозяйстве нашем, ну, мы говорим, дорожная революция, ну, революция не революция, но изменения революционные. Так, ну, земляки, просто жители края говорят спасибо. Глава напомнил, что в Алтайском крае больше дорог, чем в каком-либо другом регионе. Только региональных 15 тысяч километров. А с учетом дорог в городах и поселках – более 50 тысяч километров. Всего на ремонт дорог заложено 23 миллиарда рублей. Мария Мацайва, День с толком. Международный фестиваль «Солнечный бал» завершился в Барнауле. Это уже 14-й по счету конкурс бальных танцев, в котором принимают участие танцоры со всей Сибири разного возраста. От совсем юных до почтенно зрелых. Валентина Аскерова побывала на празднике танца и готова показать, с какой страстью молодежь зажигала на паркете. Хоть ты лопни, хоть ты тресни, фаворит на первом месте! С таким азартом и верой в победу выступали все ансамбли бального танца. Международный фестиваль «Солнечный бал» проходит в Барнауле уже 14-й год подряд. Свыше тысячи участников со всей Сибири словно в невесомости порхают по сцене Дворца культуры. Мы приехали с Джаевом и с Самбой. Самба. Это танец страсти, я слышала. Почему нравится танцевать? Такие экспрессивные танцы. Ну, интересные вариации, движения. Можно показать эмоции красивые. А приметы перед выступлением есть какие-то у вас? Не знаю, с левой ноги на сцену запомнили. Помолиться. Мы готовили атты-баты и встретимся у фонтана. Получается, сложность была в том, что мы маленько волновались, но ничего такого сложного в итоге и не было. Мы очень старались, мы прям дышать не могли, у нас горло пересохло. Хорошее настроение мы танцевали. У нас тогда был очень... И вальс. Да, я танцую уже 7,5 лет, мне это нравится. А я 5 лет, и я вообще самого... Короче, меня в 3 лет приспичило на сцену. Раньше они любовались танцорами по ТВ. Сегодня мы любуемся ими. Техничными, яркими, артистичными. В их выступлениях продумано все до мелочей. Хореография, эмоции, костюмы. В этой тишине... Импровизированный паркет в Дворце культуры горел с утра до позднего вечера. Возраст участников варьировался от 4 до 50 лет. Оценивали конкурсантов именитые судьи. Среди них Максим Петров – участник и победитель таких телевизионных проектов, как «Танцы со звездами». Хотелось чуть-чуть покритиковать в этом году. Хочется, чтобы номера не только были, скажем, сделаны акценты на костюмы. Еще хочется все-таки чуть-чуть больше добавлять основ и техники в танец. Рассказывать детям про идею танца. Победители в разных номинациях, а их было 24, увезли с собой больше 100 почетных кубков и свыше 700 медалей. Но главная награда – аплодисменты зрительного зала. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. И в завершении выпуска новости спорта. Лед открытый и для спортсменов, и для любителей. В Барнауле в эти выходные прошли соревнования по фигурному катанию, принять участие в которых мог абсолютно каждый – и профессионалы, и спортсмены, и 40-летний новичок. Ежегодный турнир на вершинах вдохновения собрал больше 200 почитателей фигурного катания и стал самым крупным состязанием за весь сезон. Кто больше других волновался перед выходом, знает Анастасия Дороган. Последнее наставление – и Таисия выходит на лед. Спокойствие, старательность, сосредоточенность. За два года спортсменка собрала горсть медалей, привыкла к победам, но сегодня безупречно не вышла – подвел прыжок. Мама Алина объясняет – ребенок перфекционист. И даже тренировку накануне завершала дважды, пока не было идеально. Она не хотела уходить со льда с таким прокатом, ну, так скажем, посредственным, когда как бы, ну, сделала элементы – можно идти. И она в слезах вернулась. Это не моя абсолютно прихоть. Я мама, которая не заставляет ее чем-то заниматься. И она сама пошла, перекатала чисто, так, чтобы она ушла, наверное, с чистой совести. Соревнования на вершинах вдохновения, организованные клубом «Сибирский лед», ежегодно собирают максимальное число спортсменов. В этот раз Барнаул принял 200 фигуристов из городов Края, Новосибирска, Прокопьевска, Новокузнецка, Кызыла. Волновалась, нет? Нет, не волновалась. А мама? Мама всегда волнуется, каждое выступление, как бы. Ну, для ребенка, я думаю, если она подбирает любимую музыку, да, под которую ей нравится танцевать, то это просто для нее, как бы, да, игра такая. Категория юных спортсменов была самой массовой, но далеко не единственная. Лед этих соревнований открыт и профессионалам, и любителям, например, которые встали на коньки всего пару месяцев назад. И захват, да, я не могу держать захвата. А захват – это что такое? Ну, если можешь, покажи. Пока. Я хочу, да. И сколько нужно секунд продержаться в захвате? Вроде в восемь. Дети, которые приняли решение, что они хотят заниматься фигурным катанием, ну, например, лет в десять, скорее всего, уже в профессиональном спорте не смогут себя реализовать. Потому что юношеский разряд разрешено сдавать только до 12 лет. Да, а за два года освоить там все двойные прыжки, сложные вращения – это проблематично. Но мы считаем, что очень важно таким детям тоже давать возможность как-то себя проявлять. Мы принимаем таких детей в группы, которых мы называем юниорские группы. У таких детей нет ограничений. Они могут кататься хоть до пенсии. Про пенсию не преувеличение возрастного потолка у этих состязаний нет. Кто мечтал в детстве стать фигуристом, спустя годы здесь – 30-летние, 40-летние, 50-летние новички. Этот мандраж граничит с вот этим чувством, с этими невероятными эмоциями, которые хочется получить. То есть они гораздо сильнее, чем страх. Это как праздник такой, праздник души, праздник себя. Самые взрослые фигуристы волнуются больше всего и меньше всего настроены на конкуренцию. Праздник любительского спорта с каждым годом набирает все больше оборотов. Так что всем поклонникам фигурного катания найдется место на льду. Анастасия Дороган, Андрей Печоркин. День с толком. Анастасия Дороган, Андрей Печоркин Продолжение следует...